Мы едем. Все? Начинаем? Конечно, поехали. Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. И еще раз извинения за эти технические неполадки, но надеюсь, сейчас все будет хорошо работать и удастся нам погрузиться теперь уже в лингвистику скорее. Расскажу пару слов о себе. Меня зовут Аня. И я закончила бакалавриат, собственно, на итальянском отделении. И доклад, который я сегодня буду рассказывать, он немножко перекликается с моей темой дипломной работы. Но у нас сегодня, слава богу, не защита диплома и не конференция научная, поэтому постараюсь рассказать доступным, интересным языком. Смотрите, лучше присядьте, что будет. Этого не будет в презентации. Да, это, надеюсь, можно вырезать. Пусть кисели на тексте. Вообще, начнем давайте с того, что вообще такое фразеологизм. И всем понятно, о чем будет речь идти? Ну вот, если просто вкратце, что это? Все понимают. Что такое фразеология и фразеологизм? Да, давайте лучше я тогда расскажу. Ну, фразеологизм это, собственно, устойчивое словосочетание. Ну, если на русском какие-нибудь примеры вроде водить за нос или летать в облаках, то есть это словосочетание, общий смысл которых не равен сумме смыслов слов, которые в них входят. Да, если мы будем говорить о фразеологии, это вообще очень обширный пласт для изучения. И изучать фразеологию какого-либо языка можно годами и не осилить и малой части, особенно если у языка, как вот у итальянского или русского, богатая история и вообще есть что изучать. Тем более в каждом языке обязательно найдутся какие-нибудь фразеологизмы, аналогов, которым в других языках нет. И вот это как раз самое интересное, отследить эти особенные черты, какие-то особенности национального видения мира. И, собственно, сегодня я как раз постараюсь продемонстрировать эти интересности итальянского языка на примере фразеологизмов с компонентом «глаза». Так, давайте сюда начнем. Вообще, как могут фразеологизмы попасть в язык? То есть мы знаем, что есть фразеология любого языка, мы знаем это как данность, да, а откуда, собственно, они вообще появляются, да. Забыла, кстати, сказать, что, собственно, слово «глаз» и «глаза» в итальянском — это «unocchio» или, если глаза, «liocchi». Но это мы будем постоянно везде встречать, так что, думаю, будет понятно. Итак, собственно, к этимологии, да. В любой язык, в принципе, фразеологизмы приходят либо из-за литературы национальной или мировой, да, из мифологии, как вот в итальянском, в русском, в принципе, много таких тоже фразеологизмов. Географические названия тоже играют большую роль, что-то приходит из других языков, какие-то заимствования, и есть сугубо национальные тоже физиологизмы, ну, из Библии, конечно, тоже много всего. И здесь я на слайд вынесла пару примеров, например, что пришло в итальянский со словом «глаза» из мифологии. «Avere liocchi di argo», собственно, дословно переводится как «imese глаза аргуса», ну или просто «глаза аргуса». Пришло это из греческой мифологии, и связано это с такой историей. Существовал стоглазый великан Аргус, которому доверили оберегать девушку Ио. А Ио – это та самая возлюбленная Зевса, которую он превратил в корову и подарил своей жене Гере. Вот, и Аргусу великану было доверено ее охранять. Но история там долгая, и в конце концов, когда Аргуса убили, то Гера из его глаз, скажем так, сделала павлине хвост, поэтому павлина тоже так на хвосте много глаз. И этот фразеологизм, он есть и в русском языке, другое дело, что особо, наверное, его не используют. Он означает быть бдительным, не упускать мелочей, внимательным быть. Что-то пришло из Библии. У меня тут вынесен пример «Априре Лио Киайчеки», что переводится как «открыть глаза слепым, слепцам». И значение у него, в принципе, ну как «открыть глаза на правду», да, показать вообще мир. И этот фразеологизм связан с чудесами, которые… Ну, это Евангелие связано с чудесами, которые Иисус творил на земле. С географическими названиями поинтереснее. Возможно, кто-то знает, вот у меня там на русском вынесено, что значит это выражение «один глаз на нас, другой на Арзамас». О комы так говорят? Ну, не совсем о пьяном, просто о косоглазом человеке, да. Ну, это не очень этично вообще употреблять какие-либо фразеологизмы, говоря, да, людях, но просто сам факт, да, что в итальянском тоже есть выражение «li occhi che guardano uno verso Napoli e l'altro verso Ferenza». То есть глаза, которые смотрят один на Неаполь и другой на Флоренцию. У нас, соответственно, на нас и на Арзамас. Дальше я вынесла пример из французского, но на самом деле это не просто как калька из языка, это связано с литературой. Это на самом деле фраза из Мольера. «Fare liocchi dolci», то есть делать сладкие глазки. У нас мы говорим просто делать глазки, строить глазки, кокетничать, в общем. Но из французского и в русский язык тоже много калек пришло, и в итальянский, так что это абсолютно нормальный путь проникновения фразеологизмов. А вот теперь мы добрались до самого интересного. То, что в языке сугубо национальное. Тут для примера я вынесла две картиночки цветов. Вот справа всем знакомы Анютины глазки, да, тоже глазки. А слева у нас «Liocchi della Madonna», это, если дословно, глаза Мадонны. Цветы, как видите, разные. Вот справа нам знакомы, слева, если я не ошибаюсь, «Veronica» они называются, что ли, вот эти фиолетовые цветочки. Вот, ну, в принципе, с названиями цветов это еще ладно. Вот дальше будет поинтереснее, собственно, к теме нашего доклада. Я специально не стала тут на слайды выносить переводы, чтобы вам было интереснее. Смотрите, все вообще знают, кто такая барабулька. Просто, когда я писала курсовую еще на третьем курсе, и своим одногруппникам, вот Лиза, которая… Я знаю барабульку. Да, 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 я рассказала про барабульку. Мне сказали, я говорю, у меня какая-то барабулька там в курсовой. Меня спросили, ну что, не знаю, что такая барабулька, как так? Ну, я только корюшку знаю. Просто если кто-то не знает, как выглядит барабулька, то вот она здесь должна быть. А почему ее нет? Почему у меня не выскакивают слайды? Попробуй еще раз. Стрелка. Ага, вот. Вот он, персонаж первого фразеологизма. Ну, давайте тогда попытаемся с вами догадаться, что же происходит с человеком, про которого говорят, что у него Локкио или Лиокки Дитриллия. Буквально глаз, ну или глаза, барабульки. Есть какие-то вообще в принципе… А? Нет, не совсем. Нет. Нет, давайте подумайте об итальянцах, Италии, Аморе, страсти и прочее, прочее. Да. В общем, это выражение означает, когда говорят про человека, что он смотрит глазами барабульки, значит, что он смотрит таким томным и влюбленным взглядом. Вообще тут, конечно, очень интересное объяснение этому случаю, да, но вообще, когда мы рыбу покупаем, да, первый признак свежести – это то, что у нее глазки блестят. А потом, когда она уже портится, да, глаза такой, как поволокой оказываются покрыты, то есть они такие как бы томные становятся. Вот. И, видимо, у человека, который безумно влюблен, тоже глаза примерно такие, что он ничего не видит из своей любви. Но почему барабулька – не знаю, потому что, например, героиня следующего нашего выражения уже – Сардина. И давайте теперь, исходя из этой рыбьей логики, подумаем, что значит «Fare lo qui di sarda morta» – сделать глаза, как у мертвой сардины. И, кстати, наша следующая героиня выглядит вот так. Вылупить глаза просто. Вот это как раз то, что можно вылупить от удивления. Ну и следующий герой – Василиск. Кстати, вы знаете, кто такой Василиск? Да, это вот этот товарищ. Это как бы петух с крыльями дракона и головой ящерицы. Но в некоторых традициях его изображают просто как такого чудовищного змея. В общем, это еще один мифологический персонаж. Ну, это сейчас про мифологического вот такого, который здесь изображен. И, собственно, если мы говорим, что у человека глаза Василиска, да, лёгкие, 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 лёгкие. Что? Еще разок. Нет, не совсем. Ваши глаза обращаются к того, что он не посмотрит, что он не всталит, но… Да, 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 да. Это разозлить? Ну, чтобы вы не скучали или, возможно, чтобы подогреть ваш аппетит. Вот вам еще картиночка. Так, первое наше выражение. Имеясь глаза в, ну или на, если по-русски, чулка. Что это может значить? Как еще раз? Как вы хотите так взяли? Нет, не совсем. Все проще. Это значит, что у вас просто дырки в чулках. Возможно, это знание пригодится вам немножечко попозже. Там еще будет такое. Так, ну, в общем, если чулки дырявые, да, то говорим, что у тебя на чулках глазки. Дальше. Что может означать выражение «разиться с закрытыми» или, как антонием, с открытыми глазами? Ну, в принципе, да, в принципе, все это близко. Может, еще какие-то догадки? Ну, в общем, человек, который рождается у нас с закрытыми глазами, дурачок. А с открытыми глазами плут. Вот. Вот такая... Ну, в принципе, ну как, с дурачком родиться. Почему же плохо? Так, давайте дальше туда поехали. Тут у нас будет фигурировать еда. Два синонимичных, в принципе, оборота. Ну, вообще, Италия славится, да, своей кухней, поэтому было бы странно, если бы тут в презентации не встретилось бы что-то, что содержит компоненты с каким-то элементом еды, пищи, да. Значит, первый вариант у нас. Авери лиотки фодерати ди прошутто. И второе. Авери лифетти ди саламес у лиотки. Значит, первый это у нас глаза, на которых ветчина, а вторые, на которых ломтики салями. Что ж... Это о чем? Это интересный вариант. Слепой, да, на глазах, да. Вот, да, вот как по-русски мы говорим, шоры на глазах, да. Не то, что даже... Ну, да, не видеть, что вокруг тебя происходит, не воспринимать, да, вот как... Серьезно, да. Так. Время у меня там еще есть вроде, да. Так, смотрите, что еще есть интересного в итальянском. Про обороты, которые, в принципе, синонимичны русским, я скажу немножко позже. Здесь будут такие. Вот этот первый, даже не дала перевод, но сейчас озвучу. Пианджире кунунокю соло. Как бы плакать всего одним глазом. Ну, обычно мы двумя глазами плачем, да. В какой ситуации можно сказать, что человек плачет всего одним глазом? Да. Это значит, что он притворяется, да, плачет, скажем так, о каком-то горе или беде, которое на самом деле либо преувеличенное, либо даже с ними не случилось, да. Следующее выражение, оно немножко грубое, вот, но Элизав сразу же подняла взгляд. Авери лиоккин эль седери. Имеясь глаза, в общем-то, на пятой точке. Тут как бы два варианта перевода есть. Вот мне интересно послушать ваши догадки. Не стесняйтесь. Да, которая означает, что ты ничего не видишь, да. То же, в принципе, как если у тебя солями на глазах, да. А второй вариант такой попроще и безобидный. В принципе, это то же самое, что у нас было с чулками. Значит, что просто у тебя дырявые штаны. Вот. Да, у нас другое восприятие мира. Это вот, да, национальная идентичность. Едем дальше. Леборсе аль лиокки. Смотрите, как интересно. Вот мы говорим, ну вот, когда после какого-нибудь хорошего, да, такого вечера или просто, когда человек не выспался, у него мешки под глазами, да. А у итальянцев мешки на глазах, получается. Ну вот это выражение, это оно и значит. А это когда ты не можешь, когда ты лучше и будешь? Нет, это когда у тебя просто, ну вот мешки под глазами, да. Вот есть синяки, есть мешки, да. Вот опухшее такое лицо. Вот, у нас под глазами, у итальянцев просто на глазах, да. Так, дальше у нас там окидотальпа, глаза кротика. Это какие? Крот, крот. Вот есть вариант слепой, заспанный, еще какие? Вот, да, это про маленькие и невыразительные глаза. То есть это не про слепого человека, да, потому что мы говорим, ну я люблю говорить, что я крот, когда забыла Линду надеть, да. У итальянцев это все-таки про размер глаз, да, маленький, невыразительный. Вот, и последнее. Как вот мы в русском говорим, когда, допустим, два человека очень похожи друг на друга? Да, как две капли воды. А итальянцы говорят, что люди похожи, как белок глаз. Вот, да. И поэтому, чтобы вам просто было интереснее и проще это все воспринимать, вот вам два кротика с невыразительными глазами, которые похожи друг на друга, как белок. Это выпухолька. Лиза, мне кажется, тебе нужно пожаловаться в гугл-картинке. Я не пожаловалась в гугл-картинке. Люди должны знать правду, как это выхухоль. Ладно, значит, у нас есть выхухоль с глазами кросика, которые еще похожи друг на друга. Да. Да. Мне кажется, они прелестны. Хорошо, ладно, да, сделайте видео. Да-да-да, видео так и сделайте. Так. Хотела вообще... Ладно, расскажу сначала про это, потом кое-что добавлю. У меня вылетел один слайд из презентации, к сожалению, скинула не то, поэтому придется так меня без картинок послушать. Но начну сначала с того, что при переводе фразеологизмов с одного языка на другой часто получается так, что какой-то один компонент, вот у нас здесь глаза, да, в итальянском в оригинале, заменяется каким-то другим компонентом. Это тоже часть тела, вот в данном варианте, да, но другая. Например, смотрите, в русском, когда вот уже все чрезмерно мы говорим по горло, да, а итальянцы говорят по глаза. Это немножко повыше, согласитесь. Да, финно, алиокки, собственно, это и значит по глаза, да. Дальше. Следующее вот выражение. Подковать блоху. Все знаем, да, что это значит. Высь очень таким искусным мастером, да, и если мы подковываем блоху, то мы ее лапки, да, подковываем. А итальянцы блоху не подковывают, они делают глазки. Вот. Фары льёбки, али кульчи. Если мы, русские, в долгах увязли, мы увязаем по уши, да, а итальянцы по глазам. В принципе, почти один и тот же уровень, да. Так, и, собственно, вот последнее выражение меня так к тому, что я хотела сказать, но на слайд не вынесла, подталкивает. Когда мы клянёмся и божимся в русском, да, мы говорим, даю голову, да, на отсечение. Ну, зуб даю, кстати, да, тоже, да. Руку. Да, в принципе, да, кстати. Мы, вообще, русские щедрые, можем вообще дать на отсечение, что угодно, да. А итальянцы у нас держат пари на глаз, да, с комметтори уноккио, то есть как бы спорю, держу пари на глаз, спорю на глаз. И, собственно, как раз про глаза в итальянском, во фразеологии, да, и идею дороговизны. То есть если, ну, часто, если в каком-то итальянском фразеологизме слово «глаз» встречается, и какой-нибудь глагол вроде «покупать», «платить», да, какие милые глазки, это, в общем, возвращаемся, да, к нам сюда, до следующей рекламы. То есть, да, если итальянцы как-то, если, в общем, какой-то фразеологизм встречается, в котором и слово «глаз», и глаголы «платить», «покупать», да, или «держать пари», это обычно всегда означает, что «глаз» передает идею дороговизны. Например, у итальянцев есть даже отдельный фразеологизм для обозначения крупной суммы денег, «unocchio di testa», да, то есть «глаз головы», то есть это очень крупная сумма, что-то, нечто очень дорогое, да, или, например, «pagare unocchio di testa», да, то есть очень дорого заплатить, вот, то есть, ну, это что-то реально как бы ценное, да, поэтому они, собственно, и держат пари на глаз и так далее. Ну и сориентируйте меня по времени, еще пять минут, тогда отлично. Тогда скажу о том, что, конечно, если мы изучаем фразеологию одного языка, сравниваем с другим языком или переводим, да, то всегда найдется что-то, что будет, ну, практически идентичным, да. Здесь вот я вынесла на слайд примеры, которые, в принципе, переводятся дословно на русский и то же самое означают, да, «non credere aproprioche» – глазам своим не верить, да, все понятно. «guardare con altriocchi» – смотреть другими глазами, да, переменить свое мнение о чем-то. И вот это последнее, «devorare con liocchi» – пожирать глазами, да, ну, усиленно всматриваться. И вот вам котик, который глазам своим не верит и пожирает глазами одновременно, да. Вот, да, очень увлекательно. Вот, ну и, собственно, на этом, наверное, подойдет к концу мой рассказ, чтобы совсем вас не перезагрузить новыми выражениями и, да, чудесами итальянской мысли. Поэтому, да, спасибо за внимание. Если есть вопросы... Очень много фразеологизмов с глазами, а в нашем языке мы немножко другие части используем, а в итальянском еще какие-то другие части бывают? Очень много фразеологизмов у них словом «сердце». То есть то, что мы в русском душой называем обычно, ну, там, не знаю, «добрая душа», да, что-нибудь такое, или там «душа в пятки ушла», у итальянцев это все будет сердцем. Вот, то есть, ну, я вот в дипломной в своей работе как раз тоже писала вот про фразеологизм с сердцем, вот, и их просто хоть отбавляй. А в русском как-то поменьше, мы все-таки еще как-то душку туда вкладываем в это все. Вот, ну, руки-ноги тоже очень много. Но просто в итальянском, как в принципе, ну, здесь много людей, которые знают иностранные языки, вот вообще слова вроде «рука», «нога», да, у нас, ну, «рука» и «рука», а в итальянском, в английском, во французском, да вообще еще где только нет такого, что для обозначения руки, да, два слова есть, как вот, например, «hand», «arm», да, в итальянском то же самое, то есть отдельная группа есть фразеологизмов, которые с вот этими руками, да, кистью, а другое то, что с полной рукой. И с ногами то же самое, нога целиком и «foot», да, вот, «piede». Вот, то есть у итальянцев фразеологизмов очень много, и с частями тела, с едой, морские термины, география. Ну, то есть они свой язык любят, и много всего в нем есть. Да, Артюр. Фразеологизмов? Не, ну, «варабулька» — это просто мой самый обожаемый, наверное. Потом, наверное, вот про «салями» и прочее, потому что для меня это вообще было открытием, что так реально можно говорить. Вот. И есть на самом деле еще такой фразеологизм, тоже сюда не включила. Звучит так. «Окки дичеветта» — ну, грубо говоря, «глаза совы». Да, то есть кажется, «все понятно», это, наверное, либо такие вот большие глаза, как на первом слайде, либо выпуклые, там еще что-то. На самом деле этим фразеологизмом раньше еще обозначали золотые монеты. Вот, по цвету глаз совин. Вот. «Фары лачеветта» была здесь или нет? А, «Фары лачеветта», да, но я просто думала с этими, с глазами, да. «Вы просто взяты на сторону совы». Да. «Давай еще его добавим против наших пунктов, и что значит «фары лачеветта»? Вы дословно «делать сову». Да, «делать сову». Что значит «делать сову»? «Идивляться». «Идивляться». «Идивляться», еще варианты. «Нет». Мне кажется, вообще невозможно. «Идивляться так очень прикольно». Мне кажется, мы сами когда в первый раз это встретили, мы не догадались. Кокетничать, да, ведь? Кокетничать? да это вот как то что было там вот фары лиоки дольче только в более на таком разговорном что ли да вот так не знаю как то так может быть делать я не засову вообще не кокетничают так еще какие то есть вопросы ну да и еще кстати был фразеологизм тоже какой-то не вспомню сейчас точно да да ну да а в немецком ну тоже так и да будет ну да 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 но не сам глаз ну как бы ну да а на все спасибо